Всем привет! Сегодня с вами снова Марина Петрушенко и мы приготовим капусту с фаршем. Это отличное самостоятельное блюдо, а также отличное дополнение к картофельному пюре или отварному картофелю. Для приготовления блюда нам потребуется 500 грамм капусты, 500 грамм фарша, у меня смесь свинины с говядиной, небольшая морковка весом 70 грамм, 100 грамм лука, 2 яйца, 160 миллилитров сливок или жирного молока, 30 грамм манной крупы или панировочных сухарей. Из специй я буду использовать сладкую молотую паприку, смесь перцев, еще нам потребуется соль и подсолнечное масло. Капусту нарезаем не очень крупно, заливаем горячей водой и оставляем минут на 10. Если у вас ранняя молодая капуста совсем рыхлая, ее можно не заливать, а будет сразу готовить. Зимний вариант капусты, которую оставляют на хранение на зиму, более плотные, качаны такие, их можно залить минут на 15. В чашу мультиварки наливаем пару столовых ложек подсолнечного масла, выбираем меню режим жарка и ждем 2 минуты, чтобы масло нагрелось. Прошло 2 минуты, отправляем обжариваться мелко нарезанный лук, натертую на мелкой терке морковь и фарш. Обжариваем все вместе. Как только фарш посветлел, этого достаточно. Отключаем режим жарка, у меня на жарку ушло 8 минут. К фаршу добавляем манную крупу, обязательно сразу все перемешиваем, чтобы манка не стала комочками, ну или панировочные сухари можно добавить. Теперь добавляем капусту, воду я слила. Добавляем сразу специи, чайную ложку паприки, смесь перцев по вкусу, я примерно пол чайной ложки добавила. Соль тоже добавляем по вкусу, я добавляю примерно полторы чайной ложки соли. Все хорошо перемешиваем. Соль, специи, все должно распределиться равномерно. Если у вас капуста была жесткая, плотная, ее тогда перед тем, как заливать, можно еще вот так помять руками, чтобы она стала более мягкой. Смешиваем яйца и сливки или молоко. Перемешиваем обычной вилочкой. Добавляем эту смесь к капусте и еще раз все перемешиваем. Разравниваем. Закрываем крышку мультиварки. Готовить будем на режиме выпечки, у меня это ручной режим. При температуре 130 градусов 30 минут. Нажимаем старт. Прошло 30 минут. Вот что у нас получилось. Обязательно отключаем подогрев и оставляем минут на 15 при открытой крышке. Ну что, теперь можно порционно нарезать. И как я уже говорила, подавать или как самостоятельное блюдо, или в качестве дополнения. Отлично, например, от картофельного пюре. Огромное всем спасибо за лайки и комментарии. Подписывайтесь на канал, нажимайте колокольчик, чтобы первыми получать уведомления о новых рецептах. Всем приятного аппетита и до новых встреч!